Приветствую всех зрителей моего канала, любителей рыбаков, профессионалов, всех кто любит рыбачить. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня разговор пойдет у нас снова на кухне. И разговор будет о приготовлении так называемой мамалыги, которая еще говорят, это кукурузная каша. И в самом деле это правда. Рецепт моего приготовления, насколько прост, что вы увидите сами, как это быстро делается. И я буду ее сегодня варить без всяких прибамбасов, для того, чтобы показать, как она у меня получается. Что мне нужно для этого? Для этого мне нужно, у меня есть такой котелочек, очень древний котелок, еще с тех советских времен. Я всегда варю очень маленькую дозу, то есть приблизительно там получается у меня небольшой комок, мне для рыбалки с головой достаточно. А вы, как, конечно, каждый по себе решает, выбирайте сами, какую кому нужна порцию. Итак, начнем. Мне нужно включить плиту и налить воды. Воды лью я буквально на дно своего котелка. Если взять приблизительно по граммам, ну, это не более 100 грамм воды, а может даже и меньше. Итак, ждем, пока закипит вода. Такое количество воды очень быстро закипает. И сейчас практически она кипит. Я хочу еще сказать, почему эта наживка универсальна. Потому что мы используем ее как для наживки мамалыгу, так мы используем ее и для прикормки. То есть заряжаем ее как на крючочке, так и на пружинке. Работает она исключительно. Просто в некоторых вариандах есть свои, будем говорить, ну, такие маленькие поправочки. Потом я попробую их не рассказать. Итак, вода кипит. Для приготовления мне нужна вот такая у нас вот борошна. Это мука, кукурузная мука. Она очень мелкого помола. Ее прекрасно видно. Это практически мука. Итак, что я делаю теперь? Теперь я делаю медленно. Ну, температуру, конечно, я собью, для того, чтобы она так рьяно не кипела. Вот. Сейчас мы поставим помешивать температуру и медленно насыпая вот муку в кипяточек, я буду сразу помешивать ложкой. Я надеюсь, вам это видно. Для чего так делать? Чтобы не было таких комочков. Ну, если они будут, это ничего страшного в этом нету. Эти комочки потом все равно куда-то денутся. Мы их разомнем вручную. И вот так покручиваем ложечкой. Добавляем еще по чуть-чуть. И доводим ее до густого такого смеси, будем говорить. Сейчас я поставлю, возьму полотенечко, кастрюльку будут придерживать. И продолжать это все перемешивать, для того, чтобы убрать влагу. У вас что-то плетение не нравится. Вот. Я вижу, что это еще, ну, такая консистенция очень жиденькая, еще чуть-чуть добавлю сюда муки. Буквально немножко. И снова продолжаю ложечкой это все выминать, ну, как тесто, будем говорить. Один из секретов вот именно этого приготовления, это дело в том, что вот эта мука, я ей не даю свариться практически, вот там на 100%. Да, вот как бы для людей варят кашу, и ее надо сварить на 100%. Именно в этом я не даю. Для чего я так делаю, я вам скажу, когда кашка варится, вот как бы ты ни хотел, температурный режим удаляет от нее не только там иногда полезные качества, но и удаляет самое главное запах. Запах для рыбы, это самое главное. Вот, вот так я переминаю, и вся мука практически выбирает мою водичку. И прям ложечкой по дне, на первый взгляд, очень даже некрасиво получается, ничего страшного. Результат будет очень хороший, это я вам гарантирую. Если кто-то попробует это сделать, точно так же. Ну, может быть, как говорится, первый ком, или первый блин будет комом, или наоборот, да. Это не важно, надо пробовать. Вот практически, вот видите, вот эта каша уже, она бегает за моей ложкой. Вот она практически берется вот так целым комком. И вот, моя кашка практически готова. Осталось здесь только чуть-чуть. Вот, теперь плиту я выключаю, она практически сама выключилась, пока я здесь лазил. Вообще-то я готовлю это все на улице, там у меня газовая плита. Но пока жена занята, я забрался тихоря на кухню и решил вам показать, как я это делаю на электроплите. Вот, смотрите, вот комочек уже готов. Что мне нужно с этим комочком сделать? Теперь я беру, у меня здесь есть салфетки. Это такие простые полотенца, которые используют в кухне, или на кухне. И я это вынимаю и ставлю сюда салфеточку. Ну, три штучки. Или газету можно старенькую взять, это еще лучше. И заматываю. Замотав это, сделать вот такой нужно комочек. Вот, сделав такой комочек, теперь я оставляю этот комочек остынуть. И посмотрим, что дальше получится с этого комка. Итак, дам остынуть комочку своей мамалыги буквально минут 5-10. Для... до той температуры, которую вы можете уже взять в руки. Сейчас мы размотаем салфеточку. Салфетка убрала немножко лишнюю влагу. И у нас получился вот такой комок. Что нужно сделать с этим комком? Его нужно хорошенько вымнуть. Это делается очень быстро. И очень удобно. К сожалению, сегодня на рыбалку я уже не попаду. Очень поздно на улице. Вот. Много работы было. Я сегодня не был на рыбалке. А вот вечерком решил вам показать, показать, как сварить мамалыгу, для того, чтобы вы на выходные, вот грядущие выходные у нас идут, порыбачили на такую приманку или на жирку. Вот смотрите, что делается с этой кукурузиной муки. Она прекрасно себя чувствует в руках, снова же встает эластичная и красивая на цвет. И самое главное, и запах у нее присутствует кукурузы. А все опытные рыбаки знают, что карась, карп, латвичка и вся белая рыба, она почему-то любит этот запах. Скажу откровенно, вот такая замануха и наживка на моем водоеме работает очень хорошо. Вот смотрите. Буквально, если точно, вот видео, ребята, я практически не буду монтировать. Буквально его склею там три кадра. То есть по времени вы можете определить, за сколько мы ее сварили. Вот такой шарик получился у меня с мамалыги. Теперь смотрите на этот шарик. Я думаю, за моими руками хорошо видно. Это прекрасная мастерка. Вот шарик делается. Он очень мягкий, очень легкий. И на крючочке держаться будет исключительно. И буквально нужно подойти к хорошей рыбке, или карасю, или карпу, буквально ее легонечко взять, и он уже ваш будет. Потому что крючочек сразу просечет эту мягенькую кашку. Теперь некоторая тонкость. Если у вас впервые не получилось, вот вы взяли варить кашку, да, и она у вас почему-то не получилась. Что-то не срослось. То ли больше водички вы дали, то ли еще что-то. Все очень просто. У вас под руками еще должна быть манная крупа. Вот я ее не использовал, да, потому что у меня опыт есть. И у меня прекрасно получилось то, что мне надо. Если у вас будет жиденькая каша, держите с собой на рыбалочку, возьмите вот в баночку манную кашу. И вы прямо на речке можете добавить немножко манки и сгустить эту свою мастерочку. И она получится очень прекрасно. Теперь, что можно сделать еще? Вот мы такие вещи в основном берем на крючочки, но и очень часто забиваем ее в пружинку. Но желательно для пружинки сюда добавить немножко, вот сделать еще, разделить комок, добавить крупного помола от кукурузиной крупы, чтобы было еще чуть крупнее. Чтобы увеличить фракцию, чтобы она быстрее разбивалась водичкой. И тогда у вас получится исключительная приманка и не только наживка. Что еще вам сказать такое интересное об этой наживке? Конечно, сюда вы можете снова же добавлять мед, сахар, чеснок, лук. Ну, что душа желает? Пробуйте, экспериментируйте, и я надеюсь, у вас все получится. Итак, ребята, если мое видео было вам полезно, поставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. А в следующем видео я хочу вам показать, как дома реально можно сделать жмых или макух. Ну что же, удачи всем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok